На нашей планете есть великое множество удивительных и странных вещей. Как только нам начинает казаться, что мы составили себе исчерпывающее представление об истории древности, ученые и археологи сталкиваются с новой загадкой, которая переворачивает все с ног на голову. А Африка – один из самых богатых на такие загадки континентов. От городов-призраков, опустевших в один миг до двух новых видов человека. С вами Смарт-Пицца, и сегодня мы расскажем вам, почему ученые не могут поверить тому, что недавно нашли в Африке, а также поведаем вам о самых удивительных находках, обнаруженных на этом континенте. Погнали! Номер один – новые виды человека. Африка недаром считается колыбелью человечества. Масштабные палеонтологические раскопки недалеко от города Йоханнесбург-Вьюар постоянно ведутся на территории площадью более 460 квадратных километров. В 1999 году место раскопок, включающее в себя пещеры Стрекфонтейн, было объявлено объектом всемирного наследия. В одной из таких пещер были обнаружены останки Австралопитека, жившего более двух миллионов лет назад, а также древнего человека вида Homo gautengensis. До 2010 года треть всех найденных скелетов древних людей приходилось на пещеры Стрекфонтейн. Однако недавно пещеры преподнесли науке еще одну невероятную сенсацию, которая стала большим сюрпризом для ученых – новый вид древнего человека, который окрестили Homo naledi. Останки нового предка человека обнаружили в виде почти полного скелета в 2013 году. Точный период жизни нового вида определить еще не удалось, однако ученые уверены в том, что неизвестный ранее вид при жизни обладал стройным телосложением, длинными конечностями и ростом около полутора метров. Номер 2. Великая пирамида Гизы Великая пирамида Гизы, более известная как пирамида Хеопса, крупнейшая из египетских пирамид, единственная из семи чудес света, сохранившаяся до наших дней, а также древнейшая из них. Возраст пирамиды Хеопса составляет около четырех с половиной тысяч лет. Если раньше ученые могли лишь гадать, сколько времени ушло на ее постройку, то в наше время египтологи, изучив записи жрецов более детально и учитывая параметры пирамиды, а также то, что Хеопс правил около 50 лет, пришли к выводу, что строили ее не менее 30, а может и целых 40 лет. Детальное исследование пирамиды Хеопса показало, что вопреки распространенному мнению, внутри гробницы практически нет надписей или каких-либо других украшений, кроме небольшого портрета в коридоре, ведущего в комнату царицы. Внутри пирамиды находятся три больших комнаты и множество малых. Точное же количество потайных залов и секретных ходов и по сей день неизвестно никому. Ну а самое интересное, в последние несколько лет египтологи все чаще подвергают сомнению тот факт, что эта пирамида в действительности предназначалась для Хеопса. Об этом говорит то, что в погребальной камере не было абсолютно никаких украшений. Номер 3. Небесно-голубой камень В 1990 году в Сьерра-Леоне в Западной Африке археолог Анджело Питони обнаружил загадочный голубой камень. Анализ состава камня показал, что он попал на Землю за 12 тысяч лет до Рождества Христова. Части камня археолог отправил в лаборатории по всему миру – в Рим, Женеву, Токио и другие города. Но никто, даже ведущие эксперты, не смогли определить породу камня. Ничего похожего им прежде не встречалось. Что удалось выяснить? В состав камня входили сода, кислород, кальций, углерод и силикон. Такой состав характерен для камней, произведенных искусственным путем. Еще одним аргументом в пользу искусственной природы камня был его неестественный ярко-голубой цвет. Местное население находке ученого не удивилось. Они и раньше сталкивались с камнями этой породы при обработке почвы. Однако залегал камень обычно в глубоких слоях, бывших на поверхности за тысячи лет до нашей эры. Очевидно, лазурный камень мог быть продуктом древней цивилизации, неизвестной науке. Какие еще следы могла оставить эта цивилизация и сможем ли мы их обнаружить? Номер 4. Экзотические животные Кто из нас, будучи ребенком, не мечтал завести себе по-настоящему экзотическое домашнее животное, вроде слона или бегемота. Для богатых жителей Гиераконполиса, города процветавшего более пяти тысяч лет назад, такое развлечение не было чем-то необычным. Задолго до постройки великих пирамид, жители этого города демонстрировали свое богатство при помощи экзотических домашних животных. У каждого животного было свое значение для владельца. Знатные правители хотели приписать себе мощь слона, бегемот, в свою очередь, был ужасающим и разрушительным зверем. Хозяин бегемота, как считалось, был способен управлять хаотичной природной стихией, рассказывает Рене Фридман, возглавлявшая исследование и экспедицию в Гиераконполис. Считалось, что после кончины хозяина его домашнее животное присоединялось к нему в загробной жизни. Номер 5. Руины Геди Можете ли вы представить себе, что ваш город однажды полностью и в одночасье исчезнет с лица Земли? Именно это и произошло с городом Геди, который является ныне историческим и археологическим памятником у побережья Индийского океана на востоке Кении. Геди является одним из многих средневековых прибрежных поселений арабского происхождения, которое простирается от Магадишо до реки Замбези в Мазамбике. Руины были обнаружены в 1920-х годах и произвели настоящую сенсацию в научном мире. Геди включает город-крепость и его окрестности, мечети, дворец и многочисленные одноэтажные дома, сделанные из камня и хаотично разбросанные по территории города. В поселении также есть большие открытые пространства, в которых ранее, очевидно, находились земляные и соломенные дома. Историки считают, что Геди находился слишком далеко от побережья, чтобы претендовать на звание центра морской торговли. Однако найденные в местах раскопок многочисленные монеты, глиняные сосуды и украшения свидетельствуют о том, что торговля в городе процветала. При раскопках в нем были найдены бусы из Венеции, монеты и вазы династии Мин из Китая, испанские ножницы и железные лампы из Индии. По данным археологов, жители внезапно оставили город еще в 17 веке, причем по неизвестной причине. Номер 6. Круги фей в Намибии Пустынная версия ведьминых кругов из северной мифологии выглядит куда более масштабно и впечатляюще. Пустыня Намиб в южной части Африки прославилась своими кругами фей, природа которых до сих пор ставит ученых в тупик. Ранее ученые приписывали их создание муравьям, ядовитым растениям или токсичным газом, выделяющимся в этих местах из земли. А среди местных жителей бытует мнение, что круги появляются благодаря потусторонним силам. Наиболее вероятной версией считается та, согласно которой круги представляются продуктом деятельности местных термитов. Круги от 2 до 15 метров в диаметре могут также быть результатом борьбы растений за воду. Номер 7. Кварцит В начале 2019 года исследователи обнаружили ранее неизвестную породу камня на небольшом островке на востоке Африки, недалеко от Мадагаскара. Как утверждают сами исследователи из Колумбийского университета, этой породы камня просто не должно быть на острове, где нет подходящих условий для его образования, областей с крайне высоким давлением и температурой. Анжуан – один из немногих островов в мире, образованный в результате извержения вулкана и при этом содержащий в своем составе нетронутую часть континента. Из-за своей бурной истории весь остров теоретически должен состоять исключительно из вулканического базальта – темного камня, образующегося из лавы. Однако уже в течение века геологи находят на острове другой вид камней, которого там не должно быть. Светлые осадочные породы, в 1960-х задокументированные как песчаник и несколько десятилетий назад идентифицированные как кварцит. Подобный способ образования острова противоречит тектонике плит. Корнелия Класс, ученая, входящая в состав исследующей остров группы, заявила, что науке еще только предстоит объяснить нахождение чистого белого кварцита в магматических породах острова. Номер 8. Древние орудия из Кении Археолог Соня Харманд из Университета Стони-Брук вместе со своей командой ученых направлялась в исследовательский поход к озеру Туркана в Кении. В дороге группа ошиблась и повернула не туда, отчего в результате оказалось не на месте раскопок артефактов с возрастом в 3,5 миллиона лет, а в неизвестной им ранее местности. Именно там они обнаружили каменные артефакты, которые сами окрестили Лом Мекви-3. Годом позже они вернулись на новое место и организовали масштабные раскопки. Группа нашла около 20 артефактов в земле и более 130 деталей орудий у ее поверхности. Предназначение орудий остается загадкой, хотя очевидно их искусственное происхождение. Любопытный факт – ни одного скелета человека или животного и даже ни одного их фрагмента на месте раскопок обнаружено не было. Номер 9. Руины Бакони Десятилетиями будоражит умы ученых место раскопок. Руины Бакони в регионе под названием Бумаланга в Африке. С высоты они выглядят как сложная связанная между собой сеть лабиринтов, проходов, каменных террас и мини-поселений. Профессор Питер Делиус и археолог Алекс Шойман из Университета Юханнесбурга считают, что само строение Бакони свидетельствует о передовых технологических и сельскохозяйственных инновациях, которые появились у местных народов задолго до многих цивилизаций с других континентов. К сожалению, долгое время руины Бакони игнорировались правительством и находились в запустении. Некоторые участки были спасены только благодаря инициативам частных землевладельцев. Номер 10. Каменные круги в Синегамбии Своё название «Каменные круги в Синегамбии» получили благодаря месту обнаружения. Находятся они на границе Гамбии и Сенегала. По мнению ученых, возводились они на месте захоронений более раннего времени. Точный возраст колец установить не удалось. По оценкам ученых, он составляет от 400 до 2300 лет. Каждое кольцо насчитывает от 8 до 14 столбов из лотерита высотой от 100 до 250 сантиметров. В общей сложности известно не менее тысячи таких каменных колец, и им посвящен особый музей. Помимо каменных столбов в Синегамбии, археологам удалось найти много орудий труда, украшений и художественно обработанных каменных глыб. Предположения о назначении колец в Синегамбии в большинстве своем основаны на трудах исламских историков. Согласно одному из древних документов, если группа камней состоит из объектов разного размера, это значит, что здесь совместное захоронение взрослого и ребенка. Если камни имеют V-образную форму, то это могила двух близких родственников, скончавшихся в один день и похороненных вместе. Считается, что круги построены вокруг курганов царей и вождей. В наши дни мегалитический памятник Синегамбии внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является популярным местом для туризма. Что ж, а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!